Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже. Здравствуйте! Поговорим сегодня о Самвеле Адамяне и, конечно же, его окружении. Я посмотрела видосы уже именно с приезда и раздачи подарков Самвела и его свите, скажем так. Ну, во-первых, привезли, конечно же, в первую очередь маме подарки, мама в ударе и даже хорошо себя ведет. Очень она разволновалась, сколько платьев ей привезли, обуви и, самое главное, золотишко с бусами. Очень важно было маме найти пробу, посмотреть чек. Вот эта неотъемлемая часть именно маму Самвела. Почему? Потому что как-то, ребят, действительно удивительно, вроде бы, да, дитё тебе везет твой сын, да, ребёнок. Но всегда для мамы её ребёнок остаётся детём до конца жизни. Привез тебе подарки. Да какая разница ценовая политика. Даже если бы он просто купил бижутерию, любой маме будет приятно внимание. Даже если бы он просто приехал с арбузом и сказал, мамочка, вот он я, я к тебе приехал. Ведь что самое главное на старости лет для любой мамы? Видеть счастливого своего ребёнка. Видеть, что он жив, здоров, всё с ним хорошо. И самое главное, понимать, что ты старик, да, ты мать, но ты ему нужна. Необходимо, что он выкраивает время для тебя. Но это не в случае с мамой. У мамы главная необходимость, да, посмотреть, что привезли, количество, цену узнать и обязательно глянуть пробу. Вы знаете, меня, конечно, она вот этой своей меркантильностью, какой-то алчностью, жадностью поражает. Но вроде бы казалось, старый пожилой человек, жизнь уже близится к закату. Зачем тебе столько этого всего? Но маме всё необходимо. Следующий момент от мамы, который меня аж покоробил, да, мама, в принципе, что 500 долларов, это, ну, нормально, нормальная сумма. То есть это, в принципе, недорого. Вдумайтесь, это говорит пенсионер, который живёт на свои деньги. И если разобраться, да, понятно, что сам Вэлл ей создал отличную старость. Вот действительно он сумел ей обеспечить достойную, счастливую старость, беззаботно. Она не живёт, да, как большинство стариков, которые считают копейки от пенсии к пенсии. Это повезло тем людям, у кого дети, да, помогают и поддерживают финансово. И тут мама, конечно же, действительно поразила в очередной раз, когда, как бы, ну, 500 долларов, это так, между прочим, шёл, шёл и нашёл. Но даже сам Вэл её отдёрнул, понял, что это перегиб и, конечно же, сказал, что мама, это не мало. Конечно, это не мало. У людей стандартная зарплата 500 долларов, а у кого ещё ниже. Поэтому, естественно, это абсолютно не мало. Следующий момент, да, я смотрела, как они тянут на маму эту обувь. И возникло одно вот мнение. Ребята, да неужели проблема? Машина есть, отвезите её в магазин, купите ей ортопедическую обувь. Ей давным-давно пора ходить именно в ортопеде, да, в ортопедической правильной обуви с её проблемными ногами. Следующий момент, я смотрю на этот грибок, да, на руках, на ногах. На это без омерзения не глянешь. Ну, вроде бы, все взрослые люди должны понимать, что это лечится, что этим нужно заняться, да, и вылечить этот грибок. Ну, мерзко смотреть, особенно, когда на еду накладывают. Ребят, честно, я не представляю, вот ела бы ли я с её рук, смогла ли бы я себя переосилить, поесть вот именно с этих рук, которыми она готовит. Ну, видно, что и пупсик брезгут, как-то не очень он настраивается поесть у мамы. Следующий момент, который меня улыбает, это, конечно же, вкус Иры. Вы знаете, ребята, я вот смотрела всё путешествие на её одежду и улыбалась. И тем платьем, которое она передала маме, я тоже улыбалась, потому что такой какой-то безвкусицы, но я давно не встречала. Вроде бы, они ходили по магазинам, там были нормальные вещи. Ну, почему? Почему маме надо было купить такую убогость какую-то, безвкусицу? Вот вроде бы женщина, но это просто ужас. Следующий момент, да, недолго музыка играла, недолго мама включала хорошую. И тут же она уже начала обсирать папу Самвелла. То есть, да, тут свадьбу посмотрела. Понятно, люди живут в хороших двухэтажных домах, а папа Самвелла болтал языком, а он живёт в избушке на курьих ножках. И хочется сказать, что, во-первых, да, неизвестно, как жила бы маму, если бы её не обеспечил Самвелл, не привёз в Днепр, не отдал, да, не подарил свою квартиру, не обеспечил её бытовой техникой, ремонтом и всеми благами, которые мама имеет. Вы знаете, звучит как-то омерзительно, потому что, когда ты сам в жизни ничего не достиг, и тебе просто повезло, что твой сын блогер, который популярен и хорошо зарабатывает, тебе бы открывать рот за других людей, да. И, по крайней мере, он живёт на свои. Вот это тоже момент, который хочется отметить. Опять-таки сидит, да, вот и поливает, и поливает помоями отца, и при этом восхваляет его родственников, и к ним собралась ехать, да, в гости. Это тоже вот в этом вся мама Самвелла. В следующий момент, вот эти оскорбления в адрес Аршалиуса, действительно, ребят, звучат ужасно. То есть человек забывает, что как бы ни было, это отец детей, да, её. Нужно всё равно как-то, ну, иметь какую-то мудрость, иметь какое-то уважение, в первую очередь, к самой себе, потому что ты рожала от него детей. И раз ты рожала этих детей, значит, ты любила. Но у меня такое ощущение, что в ней говорит всё-таки ущемлённое самолюбие брошенной женщины, отвергнутой женщины. Следующий момент, понятно, они поехали сразу на Игрень, и вот такое ощущение, что Самвелл именно наслаждается и отдыхает на Игрень. Он почему-то себя чувствует там абсолютно комфортно, как у себя дома, а не в гостях. И вот я посмотрела этот момент, да, именно как он там придирается, нашёл шерсть котёнка, собачки, вернее, на пироге, на этом маннике. Интересно, а Самвелл от своего кота замечает количество шерсти? Первый, ребята, который меня не оставил равнодушным и выдал Коля, посмотрите, как обделали с двух концов края кольца. Ребята, это вообще, это было очень сильно, особенно обделали. Ну да, вот именно, действительно, по бокам кольцо обделано. Ну вот, Коля, это Коля, да, его перлы просто непередаваемы. Следующий его перл, да, это папе нужно худеть. Это сказал человек, сколько там уже пупсик, я не знаю, наверное, около месяцев трёх-четырёх ходит в спортзал, и он папе даёт рекомендации худеть. Если разобраться, из трёх мужиков папа выглядит лучше всех. В свои года он подтянут, да, довольно в крепкой физической форме. И вот явно у него там нарисовался лёгенький животик, и все его за эту жировую складочку дёргают. И хочется сказать, самвелка, пупсик. Ну очнитесь, посмотрите на себя, мальчики, дорогие в зеркало. А потом уже папе делайте замечания. Ну как-то вот, ну, некрасиво. Потом, конечно же, опять поездка к маме, и мама очень распереживалась, сколько же Светлане привезли платье. Вот она прям волнуется, это нечто. Мама, наверное, забыла, сколько у неё платьев, и сколько привезли ей, сколько людей посылок отправили с платьями. Ну вы знаете, вот это какая-то жадность. Просто действительно непонятно. То есть куда тебе в твоих годах ходить в этих платьев? Ну их должно быть много. И следующий момент, я очень улыбалась, когда мама учила самвела не реагировать на негатив, да, на критику в его адрес. Ребята, я действительно смеялась. Интересно, мама забыла себя? Мама забыла, как она по матюшке и по батюшке ругала всех зрителей, вычитывала за то, что пишут негатив в её адрес. И в следующий, да, тоже пунктик от мамы, Самвел, бери примеры с Коли. То есть Самвелу нужно найти Самвела, чтобы взять пример с Коли, да, и тогда будет вообще хорошо, будут два Самвелоблогера, зарабатывающих деньги. Дальше вот такие, да, моменты. Я смотрела, как мама доллары подарила Самвелу, но мама молодец, там какой-то подарок выделила ребёнку, ну и то как бы здорово. В этом плане и мама меня впечатлила с щедростью своей души. И ходит, да, и постоянно бугнит, что нет пробы на браслете, нет пробы. Вы знаете, меня это действительно поражает, но зачем тебе старому человеку эта проба? Ты что, его в ломбард нести будешь, продавать? Ну вообще, ну, к чему это, непонятно. Следующий момент, который меня очередной раз покоряет в Самвеле, это приход к маме и постоянная съёмка голой женщины. Понятно, что она старый человек, понятно, что какие-то, да, рамки приличия у неё в голове отсутствуют. То есть она не понимает, что есть там лёгкий халат, я не знаю, какая-то ночная рубашка, ну какая-то пижама, хоть что-то, да, чтобы выглядеть прилично. Понятно, она лежит раздетая. И каждый раз Самвел это снимает. Для чего в таком виде выставлять собственную мать? Второй вариант, почему проблема это вырезать, если ты это заснял. Ну зачем это делать, вот так стебаться и издеваться над ней? Такое ощущение, что настолько какое-то дурко, чтобы выставлять пожилую женщину, собственную мать, в таком цвете, да. То есть, ну, действительно некрасиво. Опять-таки, как Самвелка рассказал, что он звезда мирового масштаба, какой у него голос. Я вот посмотрела на Самвела, посмотрела на Алексея и не представляю, чтобы он так высказывался в подобном ключе за себя. То есть, вот действительно, Алексей и Самвел с разных планет люди. Потом следующий момент, как он называет всё время Эдика, да, Пэдди Гриппал. Ребята, меня улыбает, как можно назвать брата собачьим кормом. Вот действительно улыбает. Братишка, опять-таки, решил Эдик переехать в Ставрополь, поближе к обеспеченной, я так понимаю, родне. Там ему теперь больше понравилось. И мама на очередной перлу, мне ближе нация армяне, чем башкиры. И вот, знаете, возникает такое вот мнение, впечатление. Мама, наверное, забыла, что её невестка татарка. И внучки её тоже, да, от татарки. И сын, да, который её не сильно любит работать, то есть Эдик, кормился с рук татарки, кормила, содержала его татарка, тёща из Башкирии. Это, ну, как минимум, неуважение к семье сына. Вот я это лично увидела именно так. И опять-таки, Самвел, да, татары это мусульмане, чего они должны быть тебе ближе. Ребят, ну вот непонятно, каким боком в таком случае она кормяне? У неё всего лишь бывший муж армянин. Но она армянкой никак не является. И вот эти перлы непонятны, да, то есть у тебя невестка, повторюсь, татарка с Башкирии, и ты уже рассказываешь, что это для тебя чужие люди. Но в этом опять-таки вся мама. Следующий момент, который я отметила, и Эдик активировался, да, и начал усиленно звонить Самвелу. Наверное, не хватает денег на переезд, и нехватимо прихватить денег у брата. Но будем наблюдать обязательно за семьёй Дамян. А на сегодня, ребят, я со всеми прощаюсь. Спасибо большое. Пока. До новых встреч.